Очередная сессия депутатов Горсовета прошла не в самом обычном для таких мероприятий месте, в детской филармонии. Но, несмотря на это, вопросы обсуждали довольно серьезные. Главной темой ожидаемо стал юбилей города. Праздновать его собираются 31 августа. И к этому времени Уфа должна быть готова на все 100%. Уважаемые коллеги, Уфа это наша визитная карточка. Важно, чтобы город отвечал самым высоким запросам жителей и гостей в плане комфорта. Чтобы Уфа имела свое узнаваемое лицо, особую привлекательность и вызывала интерес не только у жителей республики, но и у туристов со всей страны. По словам чиновников, многое уже сделано. Построили и отремонтировали десятки километров автодорог. С опережением графика ремонтируют мост через Белую. Разрабатывают проекты других транспортных развязок и многое другое. Приуспели также и в сфере строительства. Только за прошлый год в Уфе ввели в пользование миллион квадратных метров жилья. Главное, что Уфа стала уходить от точной застройки к комплексному развитию территории. Это главный положительный тренд в строительстве города. Но необходимо плотнее работать со строительным бизнесом. Заключать новые проекты с общим условием, то есть создавать новые дома с обязательной инфраструктурой. Чтобы были школы, детские сады, поликлиники. После доклада руководителя администрации слово перешло к мэру. Ратмир умавли его. У него, как и у предыдущего докладчика, главной темой стала готовность столицы к масштабному празднику. Большое внимание мэр уделил не только дорогам, но и пешим зонам. В этом году продолжим приводить в порядок тротуары там, где они особо востребованы. На это из городского бюджета второй год подряд выделяем целевой финансирование в размере 150 миллионов рублей. В прошлом году мы отремонтировали порядка 70 км тротуаров. В этом году задачу не снижаем. Особо востребованы тротуары, по словам Мавлиева, в центре города. Поэтому ремонтировать в первую очередь будут их. Дальше мэр перешел к теме визуального мусора. Незаконную рекламу и торговые объекты успешно демонтируют уже второй год. Также в 2024-м уфимцев ждет нововведение, которое, по словам мэра, должно улучшить качество их жизни. В этом году у нас появится центр управления города, который будет работать по принципу единого окна. Собирать данные со всех информационных систем муниципалитета по отраслям. А также выполнять функции диспетчера, контролируя все процессы города. Это и наружное освещение, и работа светофоров, уборка и вывоз мусора и снега и так далее. Центр управления города поможет эффективно работать всем городским службам и обеспечивать комфорт жителей. Не обошли стороной и озеленение города. Как заверяют власти, эта тема одна из важнейших. А потому высадка новых деревьев – одна из главных их задач. В юбилею Уфы мною поставлена задача выследить 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников. На данный момент высажено 42 тысячи. Задачу мы к юбилею выполним. Озеленение Уфы – это не только вклад в охрану окружающей среды и благоустройства, но и укрепление нашего бренда города как зеленого мегаполиса России. В конце своего выступления мэр также решил и похвалить работу всех городских служб, благодаря которым Уфа развивается с ориентиром на комфорт жителей. «Человекоцентричность стала основным вектором развития, и Уфа здесь не исключение. За последние годы в городе произошли качественные изменения во всех направлениях. Сейчас Уфа находится на пятом месте в рейтинге крупнейших городов по индексу качества городской среды. Мы постоянно на связи с горожанами, активно взаимодействуем в жительном формате, диалоге и социальных сетях через наши аккаунты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова